приветствую дорогая церковь приветствую дорогая горница будьте все благословенны пусть мир божий прибудет с нашими семьями с нашими домами с нашей драгоценной и любимой страной пусть бог благословит в этом дне и сегодня мы немножечко поразмышляем и я поделюсь мыслями я думаю они будут полезны и мне и может быть и вам поэтому мы начнем я бы хотела сегодня пора размышлять на такую тему идти в ногу в божьем времени дорогие что же это значит что значит идти в божьем времени вместе с богом в его времени что же это значит вы знаете мы как люди наша человеческая натура она очень привязана и любит настиженное место чтобы было комфортно чтобы было все удобно чтобы было все понятно но бывают времена когда к сожалению это может поменяться и я хотела бы вот как раз об этом поговорить потому что то что может поменяться и это будет нам очень неудобно это будет нам непривычно и наша реакция может быть очень разной мы можем нервничать мы можем психовать мы можем даже не воспринимать ту информацию которую нам дают для того чтобы было благом нашей жизни то есть много всего может происходить с нашим сердцем в это время когда нас из зоны комфорта выводят наши обстоятельства поэтому очень важно в это время ни в коем случае не опуститься не в какой-то робот не обвинять кого-то не выставлять претензии кому-то это я имею ввиду как человеку как в доме божьем пастырам служителям наставникам и конечно же близкому своему потому что обстоятельства могут быть разные и в разное время поэтому очень также важно это слово божье нас призывает целом 45 11 но остановиться и познать что я бог и открыться для него в это время в нашей жизни как же это можно на практике применить мы сейчас об этом поговорим еще к такую мысль добавлю что очень важно в это время вот осознать и понять что нужно остановиться и нужно разобраться в этой ситуации которая сложилась в моей жизни я потом подведу к че что я имею ввиду потому что у нас сейчас много изменений нашем доме божьем вы знаете что мы уже около трех лет мы находимся сначала карантина и это все у нас продолжалось и сейчас во время к сожалению то что случилось в нашей стране это война мы находимся в онлайн и конечно же это может приносить дискомфорт неудобства потому что мы не видимся мы не встречаемся мы не руку не пожимаем друг другу физически но больше видимся через онлайн и эти изменения они к сожалению могут действительно привести в такой дискомфорт дисбаланс а еще и хужеешь говорю в ропот в обвинение кого-либо кого угодно но не сесть и спокойно разобраться в этой ситуации что же значит это время для меня где же я могу себя применить в это время в божье время идти вместе с ним в божьем времени вместе с ним на практике что же мы можем делать первое это то что я думаю и это очень важно это принять это время такое как она есть это первое найти себя в этом времени это очень важно я думаю что принять и найти себя это важно потому что можно потеряться можно упасть в депрессию можно разочароваться можно опустить руки можно все что угодно только не принять решение разобраться увидеть себя в этом времени и применить себя в этом времени где же можно применить себя применить себя в это время можно быть полезным в доме божьем можно можно быть полезным в отношениях ближнего своего конечно же можно это может выражаться в разном и мы сейчас тоже увидим в чем же это может выражаться каким образом я могу себя применить первое это конечно же молитва вы знаете у нас есть горница у нас есть сестринские братские группы служительские мы везде каждый день выставляются разные нужды разные направления если вы физически например не можете у вас работа большая занятость вы можете выбрать это время и применить себя и присоединяться в молитве в принципе это касается всех нас потому что молитва это единственное самое основное что может быть вообще в нашей жизни потому что это наша жизнь с богом наши отношения с богом ну и конечно когда мы молимся за нужды друг друга и поддерживаем друг друга и нашу страну и за разные нужды которые приносят администраторы в наши группы мы можем конечно же поддерживать и молиться вот где я могу себя сегодня применить одно из потом помощь кому-то например я чувствую себя одиноким у меня депрессия я настолько одинок или одиноко что вот меня никто не посещает меня никто не проведывает мне никто не звонит дорогие сегодня это наше время если вы себя чувствуете в таком состоянии возьмите и сделайте что-то со своей стороны шаг навстречу божьему времени бог поможет и даст благодать в этом двигаться позвоните кому-то узнайте как дела может быть зайдите в гости может быть проведайте просто посейте себя в жизнь других людей и вы увидите насколько вам станет в это время легче и вы почувствуете себя не одиноким а нужным потому что вы господа передадите любовь его заботу к ближнему через вас господь проявится вы передадите его сердце вы передадите его любовь ближнему своему также конечно ну можно предложить себя также в наставничестве мы делали объявления и на служениях и по группам служение милосердия требуется очень много как бы нужно помощи потом в наставничестве потому что люди звонят люди каятся и нам нужны наставники которые будут вести людей ко христу они сейчас только приняли его свое сердце они просто про изнесли молитву покаяние но дальше что делать как быть им дальше поэтому нам нужны люди которые будут открыты творить добро чтобы господь действовал через нас быть наставником для кого-то потому что еще раз повторюсь люди не перестают приходить богу они приходят и это милость божья в сегодняшнем дне это очень ну радует то что действительно сердца не закрываются не ожесточаются а наоборот открывается для господа и ищут его ищут ответов у господа а мы в этом можем помочь мы уже что-то немножко больше знаем и мы уже можем помочь вы уже можем поддержать и как это практически так же вот например такой пример вам приведу вы поговорили с человеком он принял господа в свое сердце и что же делать дальше как же быть дальше дорогие вы с ним поговорили вы уже с ним познакомились первое то что можно обменяться телефонами и периодически созваниваться узнавать как ваши дела что у вас может может какая-то помощь нужно может поддержка молитвенная какая-то нужда провести с этим человеком можно а бв можно с этим человеком также если у него позволяет возможности подключить его к ютубу к нашему каналу и чтобы он мог посещать наше богослужение слушать горницу и разные другие ролики которые выставляются на нашем канале это можно тоже сделать но если например у этого человека не позволяет телефон подключить каналу чтобы он посещал служение онлайн вы можете предложить свою помощь мы можем предлагать свою помощь давай встретимся давай встретимся вместе прослушаем посмотрим служение я буду с тобой рядом я покажу тебе это как это что это что такое церковь как это все происходит да я еще раз повторю мы идем сегодня в ногу в божьем времени с богом в его времени у нас сейчас церковь формате онлайн да может быть это кому-то не совсем по сердцу но дорогие это ведение нашей церкви мы его с благодарностью принимаем и мы искренне богу благодарны за то что он открыл нашим пастырям и мы можем сегодня по всему миру слышать и слушать пребывать на богослужение изучать его слова пребывать в его слове поэтому дальше то что я также хотела бы немножечко продолжить например если ну вдруг такая ситуация что у вас ну нет например возможности или же ну не получается быть душеподпичителем или наставником для этого человека братья и сестры у нас есть линия доверия у нас есть администраторы в группах вы можете всегда позвонить и сказать что вот есть человек он покаялся и он хочет посещать наше служение и хочет возрастать в господи кто бы мог взять на себя этого человека то есть не просто покаять и оставить и как там будет но передать кому-то если вы не можете вести этого человека до доведите дело до конца передайте его скажите вот есть человек пожалуйста и потом не просто передайте но поинтересуетесь все ли у него хорошо все ли у него в порядке поэтому дорогие вот это божья любовь вот это божье время вот в чем мы себя можем применять в сегодняшнем дне доме божьем служи да у нас нет формата служения мы приходили мы что-то делали суетились все там все как пчелки жужжали и это было чудесно но давайте мы сегодня мы забываем задние и простираемся вперед мы живем в настоящем и в будущем мы живем то что есть сегодня у нас и мы за это признательны и благодарны господу пусть бог благословит всех нас дорогие пусть бог поможет нам воистину найти себя сегодня в это время в божье время в доме божьем найти себя в служению ближнему своему поэтому будьте благословены пусть мир божий прибудет с нами мир прибудет нашей стране мы будем молиться и просить господа чтобы он помог нам открываться для его времени и уважать это время принимать это время и найти себя в это время будьте все благословены с любовью божией пусть бог хранит всех нас и да будет дарована победа нашей украине аминь